Новосибирские ученые предлагают новый метод выявления рака легких. Он поможет врачам обнаружить болезнь на ранних стадиях. А это увеличит шанс пациента выжить в 10 раз. Почему пока новый подход нельзя использовать повсеместно? Об этом Анна Братушкина. Сейчас рак легкого находят при помощи флюорографии. Пятно на снимке может означать опухоль. Правда, такой метод исследования выявляет рак только на поздних стадиях, когда лечение уже может быть неэффективным. Новосибирские ученые предлагают новый метод диагностики. Обовещать об опухоли в организме могут микромолекулы РНК. У пациента берут кровь из вены и проводят несколько химических реакций. Результаты подставляют в формулу, считают и диагноз готов. Если получается ноль, человек здоров. Если единица – болен. Однако цифры, близкие к единице, могут означать не только опухоль, но и другие проблемы с легкими. Или быть сигналом о раке вообще другого органа. На самом деле частично это часто решается в мировой практике стратификации самих пациентов. То есть именно те пациенты, у которых есть риск рака легких, это в первую очередь курение, это подверженность различным канцерогенам, в том числе профессиональной деятельности, они в первую очередь направляются на такие исследования. Новый метод диагностики позволит выявлять рак легких на ранних стадиях. Это увеличивает шансы пациентов на выздоровление в 10 раз. Однако в больницах использовать его смогут не раньше, чем через 5 лет, когда ученые будут уверены в его эффективности. Анна Братушкина и Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.